В начале декабря в Могилёве 35-летний отец решил подарить ребёнку незабываемые эмоции. Вот только способ выбрал не самый удачный. К машине мужчина привязал тюбинг и прокатил своё чадо по двору. Хорошо, что за глупость пришлось расплатиться штрафом, а не здоровьем малыша. Зачем подвергать риску самое ценное? Зимой опасность и так буквально на каждом шагу, особенно когда речь идёт про детские забавы. Один раз я видела, как мальчик катался с горы и врезался в дерево. И что, в итоге в больницу попал? Очень опасно. Особенно здесь, потому что она очень сильно разгоняется. Я в прошлый раз скатывалась и вот там ударилась. Столб впереди, большая гора, снегу нагревали. Всё надо опасно, за детьми надо смотреть. Вместе с ажиотажем на горках растёт и риск травматизма. Если не соблюдать правила безопасности, можно отправиться со скользкого спуска не домой, а в больницу. В Бобруйске врачи уже фиксируют случаи неудачных развлечений. Чаще всего следы от опасных забав остаются в виде ссадин и синяков, но есть и более серьёзные последствия. К сожалению, бывают и случаи переломов. В основном это переломы голени, переломы предплечья и черепно-мозговые травмы. Лечение может затянуться от нескольких дней амбулаторно и вплоть до нескольких недель нахождения в условиях стационара и потом нескольких месяцев амбулаторного лечения в гипсах, на костылях. Так называемые надувные санки стремительно набирают не только популярность, но и скорость. Разгоняются тюбинги моментально, а вот затормозить и управлять резиновой ватрушкой детям точно не под силу. Даже взрослые не всегда могут контролировать направление зимнего развлечения, тем более, когда место для катания выбрано не самое безопасное. «Правляясь на горки, нужно избегать опасных мест, таких как дорог, железнодорожных путей, линии электропередач, водоёмов и мостов. И, конечно же, помните, что с ребёнком должен быть всегда взрослый». Казалось бы, зима – самая волшебная пора года, но вместе с тем это и период максимальной травмоопасности. За детьми нужен глаз да глаз. Чтобы забавы действительно были в радость, малышей необходимо не только обучать правилам безопасности, но и присматривать за ними. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.